Дайте расскажу вам анекдот. Пятеро парней сидят в камере в тюрьме Сан-Квентин и гадают, каким хуем их туда занесло. Что мы сделали не так, где ошиблись, чего не сделали, ищут виноватых и прочая херня. И вдруг один говорит, погодите. Когда мы готовили дело, мы просто сидели и рассказывали, блядь, анекдоты. А я назло возьму и проснусь, налью себе апельсиновый джуз, поклянусь, что ни во что не вяжусь, если задержат, то я не задержусь. Котлы переведу на час назад, пусть идут, но не спешат, пусть по венам течет, терять не хочу, но если ранен в плечо, мне по плечу, я залечу, забью и залечу. Моя жизнь как угловой удар по мячу, то навешу, то закручу, то чаевые, то недоплачу. Руки в прачечную сдаваю, не отмоют, подозреваю, если конфликт назревает из-за пары тысяч, выдавлю назревший конфликт, как прыщ. А я родился не позавчера, думал рано, оказалось пора, и меня может убить каждый божий день, может убить план, может убить лень, может убить самый безопасный авто, может убить сериал про честных ментов, может убить тот, кто думает, не промахнусь, а я назло возьму и проснусь. Открыл глаза, значит не так надо, малеха мятый, сон он как вата, и кто же в этом виноват-то, что в моем доме из гостей только наряды, а я чувствую себя наркозом, под 30 лет как местный, срок серьезный, если вдруг скончаюсь от нехватки воздуха, хочу у гроба, чтоб все хлопали под господ, а я тут думал, что поздно, взглянул на время, а не нормально, затем массажик железнодорожный, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, и нахера в синегале снега, пройдя границу, стоят так дорого, а я всегда предполагал, что ОМОН это как лечение амбулаторное, и я проснусь себе же назло, спущусь во двор, согрею мотор, да, я не святой, да и что потом, на мне ответят даже шепоты, и мне похуй так, что тебя парят парни, те, кому нечего друг от друга скрывать, а мне бы живым невредимым доползти до спальни, чтоб потом живым невредимым утром встать.